Защитник Дмитрий Христов. Вот смотрите, как он здорово сыграл в чужой штрафной площадке. Спартак в красной форме, разобрались. Вот так Спартак атакует. Девятый, это Титов, ассистирует Христову. Христов ходит в штрафную площадку, обыгрывает одного, убегает от второго и мощно с левой ноги бьет под перекладину. Спартак еще имел много возможностей, но 1-0. Это второй повтор. Этого эпизода, который завершается, взятие ворота. Сейчас мы вам покажем рекламу, а потом сразу выйдем на второй тайм этого матча. Титов. Юран. Евсеев. Ну, и опять хорошая комбинация, ну сколько же отдавать можно друг другу. Баранов бил, когда мяч находился метр на пятнадцать дальше, а сейчас не ударил. Пинается. Бил условно, Юранов били, 11-метровый удар. Ну вот, еще и желтая карточка. Ну, вообще, судья прав, абсолютно. Даже если бы был судья более жестоким, он хоть красным показал. Тихонов бьет пенальти. Первый пенальти Спартака в этом сезоне. Ну, официальных матчах, не знаю, товарищеских матчах уже и были там в Израиле. Тихонов бьет, и счет стал 2-0. Первый мяч был забит на восемнадцатой минуте первого тайма, а второй забит на восемнадцатой минуте второго тайма. Ну, на самом деле, это уже шестьдесят пятый, по-моему. И так, 2-0. Тихонов. Спартак выигрывает. Он перехитривал ударяем. Показал корпусом, что будет бить право, тратая, угла. Послал удачу. Совсем другой. Миколепно! Это гол красавец! Лучший игрок прошлого сезона забивает лучший гол в этом матче. 3-0. С центра поля пробежал, протаранил. Как говорится, с центра поля бежал Егор Титов с песнями, оставляя позади себя, как березки футболистов в белой форме. Они... Прекрасно. 3-0 Егор Титов. Ну и еще, очевидно, тактическая ошибка обороны Днепра-Таргмаш. Вы видели, в центре поля была дыра. Ну, обыграл он одного. А крайний-то где? Почему они так далеко были от центрального защитника? Это грубейшая ошибка. В большинстве других участников турнира возможности для качественного роста просто не существует. Матч между Спартаком и Могилевским клубом Днепр-Трансмаш всецело подтвердил этот тезис. Москвичи доминируют исключительно за счет класса. И гол Дмитрия Холестова исчерпывающий тому подтверждение. Спартаковский стоппер первым касанием обрабатывает мяч, вторым проходит защитника, а третьим открывает счет в матче. Все делается холодно, без суеты, практически машинально. И как раз это впечатляет. При всем при этом в целом игра москвичей далеко не безупречна. Так весь первый тайм красно-белые не могут наладить механизм последнего паса и Ширко раз за разом оказывается в офсайдных силках незамысловато расставленных гостями. А если и прорывается к воротам, то не чувствует голевого момента. А между тем и оборона красно-белых не слишком мобильна и не исключает таких прорывов, как, например, этот, случившийся в самом начале второго тайма. И только Филимонов не проявляет признаков несобранности. Второй мяч Спартака также можно отнести к проявлениям сугубо индивидуального мастерства. Юран сбивают на самые линии, а он добросовестно падает и долетает чуть ли не до середины штрафной. Судья поддается на визуальный обман и назначает пенальти. Тихону и нервничать-то незачем, удар-то у него поставлен блестящий. Итоговый мяч, не посчитайте за занудство, опять же результат усилия одного человека. Нахватавший в минувшем сезоне с неба всевозможных звезд, Егор Титов и в нынешнем весьма изящен. Своим проходом он буквально распарывает оборону белорусского чемпиона. Победа 3-0, при том, что на свечей получилось далеко не все. Это нельзя сейчас именно говорить, судя по этой игре, первой игры после отпуска, что получается или не получается. Этот турнир можно рассматривать как турнир подготовительный. То, что естественно еще находится каждый в той форме, в которой он может находиться. И поэтому сейчас нельзя такие прям оценки и выводы делать, что не получается или получается. Сейчас идет чисто физическая форма, чтобы быстрее набрать игровую практику. Естественно, после отпуска она потеряна. И поэтому сейчас много ошибок, много, естественно, брака. Это, естественно, это нормально. Так что здесь нельзя прям так говорить, что не получается. Только одно единственное, что я думаю, что лучше бы этот турнир проводить где-то, может, в южных краях, где-то в Сочи или где-то на нормальных полях, но и в зеленом. Потому что это пуля, может, черевато, можно получить травму. Потому что, насколько я знаю, уже с Каунуса, ряд куда вратарь уже получил травму. Свой первый матч московский «Спартак» провел с чемпионом Белоруссии команды из Могилева «Днепр» «Трансмаш». Силы были неравны. Российский чемпион выиграл без особого труда, хотя играл не в полном составе. Из-за травм не выступали Ананка, Бушманов, Ромащенко, Цимбаларь. Зато бы нравились новички. Центральный защитник Эдуард Мор номер 4, подзащитник Виктор Булатов номер 6. Как будто не уходил из команды Сергей Юран номер 10. Он сразу же нашел общий язык со старыми партнерами. В первом тайме московский клуб атаковал много, но забил лишь один мяч. На 18-й минуте это сделал после длинной комбинации центральный защитник Дмитрий Хлестов. Вот этот мяч. Начал атаку Баранов броском из боковой линии, а потом вы все видели. Во втором тайме на замену вышел бразилец Робсон. И «Спартак» заиграл веселее. Красивых комбинаций стало больше. И ударов по воротам. Причем «Спартак» в Цибилии и издалека, и с близкого расстояния. Несколько раз отлично бил Баранов. Однажды он выполнил штрафной удар с такой силой, что едва не пробил дырку в стене за воротами. А вот так был забит второй мяч. Юрана сбивают в штрафной площадке. И пенальти. Тихонов перехитрил вортаря. А самый красивый мяч забил на 83-й минуте Егор Титов, убежавший с центра поля. Хорошо он тут разбросал защитников. Кстати, после игры Олег Романцев сказал, только Титов выполнил все задания на 100%. Тем не менее, начало неплохое, не правда ли?